Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Время первых. В Чувашии вспоминают покорителей Вселенной. Многообразие предложений. Сегодня в Москве открылась 28-я международная выставка «Продэкспо-2021». Чувашский гамбит. В Чувашии прошел сеанс одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Сегодня весь мир говорит о России. Исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. Удивительное время первых еще долго будет привлекать внимание ученых, исследователей космоса, писателей, музыкантов. В день космонавтики торжественный митинг состоялся у памятника первооткрывателю Вселенной Юрию Гагарину. Внимание! Минутная готовность! Минутная готовность! 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1». Полет Юрия Гагарина длился 1 час 48 минут. Этот день открыл новую эру в истории человечества. Тебя вспоминают Париж, окраины, проспекты Москвы и Рязанская рожь. А дети на свете играют в Гагарина. Значит, ты на планете живешь! Сходит над миром созвездие Гагарина. К правде и к свету стартуют сердца! Его подвиг стал примером для миллионов мальчишек и девчонок. Развивающаяся космическая отрасль получила большой толчок. Много героев Советского Союза, современной России, уроженцев Чувашии, которые служат либо в авиации, либо в космической отрасли. Желаю, чтобы мы все с вами вдохновлялись вот тем отношением людей, патриотов, героев, которые смогли совершить вот такую победу первенства в освоении космоса. Среди тех, кто пришел возложить цветы к памятнику, Василий Прокопьев. Его жизнь плотно связана с космонавтикой. Стартовой площадкой для него стал космодром Байконур. Специальным испытательным управлением он занимался подготовкой и запуском ракетоносителя на Луну. Там же он узнал о полете в космос Андриана Николаева. В это время по радио впервые по телевидению я услышал, узнал по коридорам, бегал, кричал, говорил, ребята, ребята, мой земляк на орбите. Это была величайшая, конечно, радость. Гордость за гордость, за Чувашию, за моего земляка. Для поколения современных школьников полеты в космос стали обыденным явлением. В списке летчиков-космонавтов более 120 человек. И на орбите герои находятся больше, чем по году. Но первые навсегда остались первыми. Это первый космонавт, который открыл полеты в космос, вообще космос для России, для мира. Дабы развить патриотизм в детях, патриотизм в людях, не забывать о великих событиях прошлого, не забывать о великих людях, которые жили до нас. Поехали. Эту известную фразу Гагарина взяли за основу флешмоба педагогии ученики автошколы ДОСАВ. Они выложили слово на земле с помощью автомобилей. Члены Чебоксарского аэроклуба поднялись в воздух, взяв с собой нашего оператора, чтобы заснять символичную картину с коптера. Согласитесь, впечатляет. В рамках месячника, посвященного российской космонавтике, пройдут конкурсы, выставки, уроки, квесты. Принять в них участие или просто посмотреть можно через официальные хэштеги мероприятий. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Юрий Марков, Республика. Заслуги земляков в освоении космического пространства сегодня вспоминали и в селе Шоршел и Мариинско-Пасадского района. В памятную для мировой истории дату музей космонавтики с самого утра принимал гостей. Андриан Николаев, Николай Бударин, Муса Монаров. Наши земляки прославили Чувашию на весь мир. Первым из них для нашего народа стал тот, чье имя гордо носят улица, сквер, библиотека, школы, аэропорт и многое другое. Глава Чувашия и гости мемориального комплекса возложили цветы в часовне на могиле дважды Героя Советского Союза, генерал-майор авиации, космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Руководитель региона посадил кедр на аллее почетных гостей, ознакомился с уникальной экспозицией музейного комплекса. В день космонавтики тематические классные часы прошли по всей республике. Вместе со школьниками о заслугах нашей страны в деле исследования космоса и перспективах покорения Вселенной рассуждали и депутаты Госсовета Чувашии. Депутат Госсовета Олег Дельман рос в те годы, когда каждый школьник мог на зубок пересказать биографии всех космонавтов, названия кораблей и места их приземления. И сегодня он с удовольствием вспоминает об ученом Константине Циолковском, конструкторе Сергее Королеве, первооткрывателе космоса Юрие Гагарине и о космонавтах-уроженцах Чувашии. Подробно и увлекательно прозвучал рассказ об испытаниях, через которые пришлось пройти будущим покорителям космоса. Мне бы хотелось осветить вопросы, как же создавался отряд космонавтов, какие критерии были в данном отряде, как проходили подбор и как осуществлялись мероприятия по подготовке к выходу в космос, вылету в космос. И мне бы хотелось очень многое осветить, просто в интересной беседе, рассказать учащимся интересные факты. В нашей стране есть чем и кем гордиться. И одно из важнейших мест в списке достижений занимает исследование космоса. Олег Дельман уверен, такие уроки патриотизма современной молодежи просто необходимы. Сегодня в Москве открылась 28-я международная выставка «Продэкспо-2021». Свои экспозиции на ней представили и предприятия Чувашии. Из Москвы репортаж моих коллег Татьяны Молоковой и Павла Редкова. Несмотря на сложную обстановку в мире, выставка получилась представительной и масштабной. Свою продукцию на огромной территории экспоцентра выставили более полутора тысяч предприятий из более чем 70 стран. Напитки и продукты на каждый день. Здоровое и спортивное питание. Еда для верующих. Многообразие предложений поражает. «Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Именно к форуму некоторые производители специально готовят запуск новых торговых марок и брендов. Новинки занимают 14% всей экспозиции. На выставку всегда везут самые лучшие, самые передовые, самые новые. И вот все это можно здесь посмотреть на выставке. Конечно, посмотрев, все это можно и потом спроецировать у себя, на своем предприятии. Польза огромная для всех. И тем более, когда наше предприятие участвует, они становятся узнаваемыми в России и в мире. Возможности нашей республики представили 9 предприятий в ассортименте демонстрируемой продукции, кондитерские изделия, мясная и молочная продукция, мороженое и выпечка. Подтвердят многие, скажут, что выставка эффективна. В этом году, несмотря на разные ограничения, на пандемию, все равно посетители есть. Есть контакты, свежие, новые контакты. Мы надеемся, новые будут заключены. Подобные выставки – это обмен опытом, поиск интересных идей, новые партнеры и новые рынки сбыта. Наша компания ежегодно увеличивает объемы продаж. Соответственно, мы тоже пытаемся попасть на рынок города Москвы. Цель нашей выставки – чтобы попасть сюда с брендом. Так как мы в данном сегменте постоянно пытаемся, общаемся с сетями. И от выставки хотим получить результат положительный для того, чтобы сети нас увидели, местные, и завели нас в свои торговые точки. В этом году в выставке «Продэкспо» принимают участие представители продовольственного бизнеса многих стран – Бразилии, Сербии, Италии, Шри-Ланки и других. Для республики это возможность расширить границы экспорта. Она продвигается как национальный бренд. Например, благодаря многолетней работе в Москве уже практически любая картошка воспринимается как чувашская. То есть вкусная чувашская картошка является брендом чуваши. Вот кондитерскую продукцию мы видим замечательную, одну из лучших в стране. И основная особенность этой фабрики, что они работают по всему миру. Несмотря на ограничительные меры, в России собрали рекордный урожай. Индекс производства сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 5%. И впервые за многие годы экспорт превысил импорт. Значительная доля в этом достижении и предприятия чуваши. Если мы говорим, что надо экспортировать чувашскую продукцию, это как раз та площадка, где можно встретиться с представителями разных стран. Более авторитетного форума, где представлены предприятия пищевой перерабатывающей отрасли, это продукты, питание, напитки, я бы сказал, на территории страны, наверное, и нет. Помимо конкурсов и дегустаций, в рамках форума состоялись круглые столы и семинары. Ключевые темы – анализ рынка продовольствия, как на него повлияла пандемия. Отдельное внимание – производство органических продуктов в России. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика из Москвы. В Доме правительства подвели предварительные итоги социально-экономического развития Республики за первый квартал 2021 года. Индекс промышленного производства, по предварительным данным, 97%. Это ниже, чем в 2020 году. Причиной понятны – в прошлом марте пандемия только началась. Тем не менее, объем отгруженной продукции в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 101%. В рублях – это 55 миллиардов. В целом, в 2021 году оценивается прирост индекса промышленного производства на 2%. По России будет показаться примерно 2,6%. За счет роста инвестиционной активности в Республике и решения мер государственной поддержки предприятиями. Добиваться роста инвестиционной активности будут за счет реализации крупных проектов. Так, к примеру, на территории опережающего социально-экономического развития в Канаше появится 9 новых резидентов. Здесь будут реализованы инвест-проекты по производству полиэтиленовых труб, кондитерских изделий, прицепов, транспортирующего оборудование, обработки металлических деталей и хранению урожая зерновых. В этом году мы ставим себе задачу стабилизации экономики и такой наработки некой базы, а затем уже перейти к устойчивому росту. Есть понимание того, что, конечно же, очень сильная инвестиционная активность прежде всего коммерческого сегмента подрезала прошлогоднее резкое снижение прибыльности предприятий. Но, тем не менее, я прошу еще раз проинвентаризировать и предпринять все меры по повышению инвестиционной активности. Рост инвестиций в 2021 году планируется и за счет финансовых вливаний в объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В этом году к подкормке озимых культур в Республике приступили только 7 апреля. Это значительно позже, чем в прошлом. Причина – обильные осадки в зимний период. Ожидаемый срок выхода на пассивные работы – начало третьей декады апреля. Под урожай 2021 года посеяно больше 100 тысяч гектаров озимых зерновых на зерной зеленый корм. Их состояние в настоящее время на большей части оценивается как хорошее и удовлетворительное. Объемы приобретения сельскохозяйственной техники тоже в текущем году выше уровня 2020 года. На текущую дату приобретено уже 296 единиц сельскохозяйственной техники. Это в 1,4 раза больше, чем аналогичный период 2020 года. В том числе 119 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна и 163 единицы прочей сельскохозяйственной техники. Обеспеченность материально-техническими ресурсами и хорошая сохранность озимых позволят провести посевную кампанию в сжатые сроки. С 1 апреля изменился порядок начисления денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта мера поддержки касается семей, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Если раньше всем семьям выплачивалась одинаковая сумма, то теперь расчет другой. В республике минимум составляет 9883 рубля. В зависимости от семейных доходов и пособие будет составлять 50, 75 и 100 процентов этой суммы. Выплаты 10 тысяч рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, они не будут учитываться в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут включаться и учитываться дети-студенты в возрасте до 23 лет. И пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на государственном обеспечении. Высокотехнологичная офтальмологическая медицинская помощь доступна для социально незащищенных слоев населения. В Канаше стартовал выездный медосмотр для пациентов из социальных учреждений республики. Пенсионеры, ветераны, несовершеннолетние, дети, сироты теперь могут своевременно обследоваться и сохранить зрение. В мобильном комплексе проверяют остроту зрения, при необходимости выписывают рецепт на очки. Также измеряется внутриглазное давление и осматривается глазное дно. Мы все прекрасно понимаем, что возможности у людей разные. И вот эти выездные формы работы, как говорится, социально незащищенным слоям населения, она позволяет выявить своевременно у большего количества населения. То есть и для удобства пациентов не посетить, потому что мобильный комплекс приезжает и выезжает на места. Сегодня Чебоксарский филиал МНТК обслуживает несколько республик. Подобный диагностический выезд уже проведен в Мариэл. Там обследования прошли более 400 человек. 124 пациента отобраны для проведения оперативного лечения в Чебоксарском филиале МНТК. Раньше приходилось выезжать либо в Чебоксары, либо в другие диагностические центры. Это удобно как для нас, для специалистов и работников, так же и для самих родителей и деток. Дети очень рады, потому что все-таки возраст у нас у деток разный, от 3 до 18 лет. Поэтому кому-то, может быть, надо и к армии готовиться и все, но о проблеме своей можно и не знать. Но после обследования встает все на свои места, либо лечение, либо здоров. Сегодня и завтра в комплексе принимают пациентов из Канаша. На очереди Батырево, АллатР и Шумерля. В конце апреля он посетит социальное учреждение Ульяновской области. Инесса Потапова, Александр Отяков, Республика. Виртуальная невеста похитила не только сердце, но и деньги. Отделом полиции по Козловскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. С заявлением о мошенничестве обратился житель Козловского района. Подруга по переписке обещала выйти за него замуж и в подтверждение серьезности намерений писала, что отправила на хранение посылку с крупной суммой денег. Несостоявшийся жених и посылки не дождался и свои кровные потерял. По делу установлено, что 52-летний житель Козловского района познакомился с этой интернет с девушкой. В ходе переписки девушка, которая представилась военнослужащей одной из армий зарубежных государств, пообещала выслать ему посылку с крупной суммой денег в размере 560 тысяч долларов США, якобы заработанных ей за период войных действий. Затем с потерпевшим связался менеджер почтовой службы, который сообщил, что необходимо оплатить таможенный сбор, а также штраф за обнаружение посылки крупной суммы денег и внести залог в захоронении посылки в аэропорту. Всего мужчина перевел с злоумышленником свыше полутора миллионов рублей. В настоящее время на счета, на которые перечислены денежные средства, наложен арест. Детутся иные следственные оперативно-заспределения. Всемирная акция «Тотальный диктант» носит просветительский характер. Каждый год в апреле тысячи добровольцев со всего мира проверяют свое знание русского языка. Нынешнее многообразие форматов позволило расширить границы. К проекту присоединились жители 60 стран. Текст для диктанта подготовил известный писатель Дмитрий Глуховский. С учетом эпидемиологической обстановки в 2021 году на диктанте были задействованы различные форматы, лишь бы все желающие смогли принять участие. В нашей республике таковых набралось более 400 человек. В этом году автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский. Сам текст разделили на пять частей. В нашем регионе диктовали третью часть. Ирина Иванова на площадке Национальной библиотеки читала диктант уже в третий раз. Сюжетную историю даже экранизировали, чтобы любители русского языка лучше прочувствовали ситуацию. Я спросила у нее, зачем он был тот. Она сказала мне, что когда сама еще была полегая девочка, приходила туда со своей бабой, моим прадедом. В этом году у нас диктант получился немножко философский. По трудности орфографические, пунктуационные, я бы не сказала, что он сложный. Наоборот, он даже легче, чем все остальные диктанты, которые были в прошлые годы. В принципе, даже организаторы тотального диктанта, когда выбирали этот текст, они, прежде всего, мне кажется, выбирали его с точки зрения актуальности. Сейчас тема онкологии, тема смысла жизни, она сейчас, мне кажется, очень актуальна не только для старшего поколения, но и для молодежи, учитывая молодость этой болезни и учитывая, какой резонанс она имеет в обществе. По словам Ирины Ивановой, в библиотеку чаще всего приходят грамотные читающие люди. Так что и результат диктанта вполне предсказуем. Участвую не первый год, второй же, мне кажется, дает это мероприятие нам повысить свою грамотность. Мы чуть-чуть готовимся и здесь узнаем что-то новое. И все хорошо. Чувствую прекрасно, как в школе. Очень ждала этого момента. Соскучилась уже. В 2014-2015 году участвовала. Я бы не сказала, что сложный диктант, но написать, я думаю, написала хорошо, но могут быть, наверное, запятых ошибки. А так, очень интересный текст, и я не первый год пишу, поэтому мне все понравилось. Я думаю, что вот эта вот акция, она повысит грамотность любую, в том числе и мою. Очень хочется быть грамотным человеком, не только на словах, но и на деле. Об уровне своей грамотности участники узнают 15 апреля. В этот день будут известны результаты диктанта. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. В столице Чувашии открылся 25-й международный балетный фестиваль. На этот раз классика уступила место современной хореографии. В первый день зрители увидели два одноактных спектакля. «Не дай мне уйти» Андрея Меркурьева на музыку композитора Нильса Фрама. И барокко Данила Салимбаева на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Оба балета выросли из маленьких трехминутных номеров. Они уже знакомы нашим зрителям. Сейчас в спектакле приобрели новое пространство. Они построены на стыке эпох, стилей и направлений. Неординарный взгляд режиссеров-постановщиков на искусство хореографии дал ожидаемый результат. В этом самое интересное, что постановки получились очень контрастные, очень необычные, совершенно с разным почерком. Это не только интересно для зрителя, а это очень полезно для нашей труппы. Это здорово, что мы освоили эту пластику, эту хореографию. Это большой-большой шаг профессиональный в будущее театра. Для артистов балета спектакли стали проверкой на профессионализм. Справились все. Сами по себе спектакли очень приятные, понятные. Но танцевать их в один вечер, это, ну, я не знаю, как говорить параллельно на двух языках, может быть. Вот что-то очень похожее. Поэтому нужно на сцене все время как бы быть собой, доносить то, что хочет балетмейстер. Но при этом быть собой в разных стилях хореографии – это очень-очень разные вещи. Снять с себя вот эту классическую маску, которую мы привыкли постоянно надевать, перестать быть собой в балетном смысле и отпустить немного себя как человека. И потом за 10 минут обратно это все на себя, чтобы станцевать уже более благородную классическую хореографию. В программе фестиваля запланированы и классические постановки, и творческие вечера известных деятелей культуры. Праздник хореографии продлится до 25 апреля. В галоконцерте фестиваля примут участие солисты известных российских театров. Ульяна Пятакова, Михаил Солин, Андрей Шоклев. Республика. В Чувашии прошел сеанс одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Международный гроссмейстер сыграл с 14 представителями республики, в числе которых был и глава Чувашии Олег Николаев. Делать первый ход. И первый ход делают Анатолий Евгеньевич и Олег Алексеевич. Прошу, подавшую обману сверху. Шах и мат. Эту фразу от Анатолия Евгеньевича боятся услышать все соперники. Знаменитый шахматист, неоднократный чемпион мира, выиграл за свою профессиональную карьеру более 160 партий. Анатолий Карпов в республике не первый раз. Почти четверть века назад он сыграл с профессорами Чувашского государственного университета. Эту игру они помнят до сих пор. Мы сыграли только три профессора в ничью, причем два очень правильно. А я, поскольку продержался до самого последнего человека, а у Карпова такая тайна, что он последнему, кто у него выдержал, предложил ничью. Вот он мне предложил ничью, а я согласился. Ну, понимаете, да? Наверное, если бы мы Эншпильд продолжали играть, ну, он бы победил. Атмосфера в зале была напряженная. Шахматы любят тишину. Но, увы, быстрая игра для всех 14 участников закончилась поражением. Представители органов власти, предприятий и вузов уступили мастеру в сложных партиях. Анатолий Карпов убежден, что для так называемых технарей умение играть в шахматы – обязательная составляющая профессии. Зачем? Да. Логическое мышление развивают в шахматы, память тренируют, умение принять решения, умение работать с информацией, анализировать. Потом по жизни как? Решение принял, надо его уметь защитить, отстоять. Конечно. Любой инженер должен быть способен и иметь свое мнение, и уметь его отстоять и представить. Шахматное движение в Чувашии вышло на новый уровень. В рамках всероссийского проекта уже более чем в 80 образовательных учреждениях есть уроки интеллектуальной игры. Это, конечно же, безусловно, меня лично радует, потому что, как уже сказал Анатолий Агентьевич, это шахматы, конечно же, это как инструментарий развития логического мышления. Логическое мышление, несомненно, это как основа успешной деятельности во многих сферах, прежде всего в таких технических и инженерных. Поэтому мы усиленно поддерживаем все инициативы по развитию шахмата и шахматную школу, и, конечно же, деятельность шахматных школ именитых спортсменов. Летом в столице Чувашии состоится высшая лига чемпионата России по шахматам. В турнирной таблице профильной федерации уже обозначены даты соревнований с 25 июня по 6 июля. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Это главные новости понедельника, 12 апреля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин